давно ребятушки в нашей жизни не присутствовали очки желтые пора пора настало мы уже забываем наверное да что 2024 год это год в первую очередь оффлайн знакомств каким бы кринжом это не казалось как бы тяжело это не было но тем не менее еще раз потому что онлайн знакомства это потеря времени в большинстве случаев из раза в раз повторяю я давным-давно уже там с 2014 или 2016 точно уже не вспомню короче в этот период года понимаете то есть я знаю о чем речь начиналось все стоп фейса потом баду тиндер приложение и так далее и тому подобное за все это время толком ничего вообще более-менее хотя бы вот чуточку интересного я там не находил понимаете серьезно вот давайте назовем так это не интересного серьезно еще и они интересные а серьезно давайте дичь всякая блай хрень ну вот собственно говоря видос вот не стреляет палка не стреляет не стреляет ладно отвлеклись давно я хотел более-менее сменить одежу то что она достаточно экономич когда прижимистый подужимистый подужаться подужаться трактуя вам постоянно подужаться подужмитесь а хлопцы тем не менее пришла пора немножечко внешний вид хоть чуть-чуть одежонку то прикупить с малого начал с мамой тоже за ручку как говорится саша пошли ка пошли я тебе даже оплачу это будет подарок на 23 февраля на праздник который уже прошел но думаю ладно чё отказываться дурак что ли пошел за ручку как говорится вначале в один магазик там ну смотрим нет ни то не то фамилия скажете ой кринж ой это фикс прайс от мира одежды ой ты дебил я скажу ну да понятно ладно все ясно все значит на фамилия там как бы ну есть одежа и более-менее годная ну все-таки ну не то там не то сям не то ну что-то перемирил на там огромное количество ну не заходит и все не заходит там были единственные более-менее штанеры я именно я еще такую на эти бомбы хотел крутой байкерский ну там видно что кожзам что это рынок что это ну садовод ну сами понимаете московский рынок но не больше не меньше в не лучшем виде причем такой подужатый подужахнувшийся точнее этот самый поджатый выжатый вот ну и соответственно не подошло все потратил много времени все мимо 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 палка не стрельнула подарочек не найден клад не откопан пошли дальше вам будет остин я говорю нет мама не остин саша меня зовут вообще я пальцем ну нет допустим она на меня значит дальше я говорю я в бифри хочу бифри и ладно сенсей сенсей сашенькой сходи вот сенсей хороший магазинчик за ручку короче ну сенсей ладно нормально сейчас он сином называется да сенсей это уже запрещенная в россии организация там пометочки на странной агенции такое в общем провела на меня вот таким вот образом статья на айкидо ходил есть там нас такой приемщик все-таки до зеленого пояса дошел до сих пор помню вот это а я и больно 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 ну и в общем то таким образом дошли мы до сенсей и тут же вы не поверите там потом нахватали джинсов не так как-то поприятнее и она говорит ну вот 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 и так случилось вообще не первый который я взял ну первые которые я начал примерять я думаю это то самое к сожалению с девушкой не так что о это та самая сразу же попалась нет девушка ну звездец какая жизнь трудно но нет и все они стреляют палкой не стреляют ё-моё я совсем забыл о теме о теме видео мы же совсем про другое должны рассказывать и я тут ну ладно ребятки запорол контору короче шанс быстренько все джинсики купил нормально пошел не забывайте подписываться на канал комментировать ставить лайки не забывайте братья и сестры потому что это ужас просто тупо в наглую так это поле пользоваться мной пользоваться моим контентом и так вот и ничего не отдавать я пока не прошу с вами миллионы миллиарды на донаты и так далее что мне на девушку деньги нужны на нахождение девушки соответственно квартира машина значит все вышли мы с вами из этого магазина купили джинсы все зашло все поехали дальше иду с мамой иду-иду-иду-иду матерюсь немножечко оп оп иду-иду-иду смотрю девушка но очень нечто похожее на девушку потому что перейдет спиной сейчас зима все наряжены забряжены заряжены все в одеждах да ничего не поймешь кто это вообще сколько лет сколько дим но тем не менее иду матерюсь с мамой это за ручку под ручку все проводил ее на автобус и пошел на светофор а на девушку то это чувствую что ну я посматриваю думаю блин 2024 год готов гофу год оффлайн знакомства такой светофор меня спас 90 с лишним секунд у глобуса у нас в екатеринбурге значит стоим в москве тоже есть глобусы я прекрасно понимаю мне там неоднократно был бывал бывали хорошо опять кстати атрибут этот надо уже изменить сегодня этот был атрибут надо что-то чтобы было присутствовала у нас туберкуль таким образом ошибают и все стоим мы на светофоре вот это вот меня спасло раз мандражек есть примерно делаю что смотрю на глобус светофор спереди а на самом деле так краем глаза пострел ага а то тогда она только со спины было ага так ну порог ебабельности пройден по возрасту не могу понять сколько ну не такая большая меня моложе ну и не совсем козявочка но в принципе нормально ну так по возрасту я прикинул думаю лет 19 девчонки а чего нет когда да и все беру себя в руки подхожу и говорю она там с этими с рожками было но с двумя сушками с рожками и так далее с рожками с макаронами с рожками макароны рожки с рожком с рожковым деревом было понимаете как осел плот его любят есть извиняюсь на кипре просто такое есть было понимать на северном кипре там турки меня оккупировали то есть там вообще здесь начался и вот и говорю и ну вот у вас ушки прекрасно такие хорошие что-то началось нагреты не ушки это рожки и реакция нормально у него было и на меня посмотрела личиком я думаю вот уже не в профиль а этот самый ну который вот так вот двигается вперед посмотрела на меня передом ну не в анфасика вот так вот у нас ну в портрет я это самое начал с ней разговаривать тут же сразу же спрашиваю возраст мне это важно потому что но если совсем если 12 лет то это надо радоваться наоборот уж помните у меня были истории очень сколько лет как вы думаете 16 16 я думал 19 игры сейчас тем более не лето сейчас все закутаны сейчас не понять какой возраст у девушки можно здорово ошибиться как вот в моем случае я говорю а мне сколько лет стандартный запрос вопрос ну лет 20 ну все хорошо и пошли мы с ней пошлым далее пошлым далее я начал такие вопросы задавать разница в возрасте какая тебя ну предельно максимально допустимая до тебя ну совсем малышка еще чувствуется понятно дело что идем мне могут хотя бы два типа не больше я думаю возражение же надо и отражение преображение отрабатывать и вот еще что еще второе спасло нам идти по одному направлению так сказать да это прекрасно я самое то интересное мне дальше идти то есть я ее провожаю мне настолько по пути мне настолько кайфово и приятно что девушка у меня немножко так как бы это этих переворот канистр переворот фреймов рефрейминг то есть я сказал что вот я вот видите ли ну как маньяк да наверно ну что то в этом роде то начал короче чтобы отбрасывать боязнь во мне ее ионую ивоную в общем прошлись мне понравилось что у нее реакция такая нормальная была ну понятно отношения не хочется все мелкая девка это простите простите но тем не менее мы с ней гульнули прошлись и она у меня не было вот бывает часто попадаются с фобиями какие-то зажатые боязливые она мне понравилась позитивная реакция то есть нормально болтливая но понятно что ничего и никак понятное дело что ну я со спины не видел что ей 16 лет честно честно ну и в принципе по взаимодействию хотя это только первая встреча да но тем не менее проводил ее до дома не испугалась не до квартиры понятное дело ну тут же чтобы опять перевернул фрейминг чтобы рефрейминг сказал нет я уж тебя то даже не думай до квартиры не дождешься не заставишь не собираю про не собираюсь провожать а то такой ну так ладно все 16 лет если на то пошло это кстати вот возраст согласия да у нас в регионе но я в поиске серьезного а не то что по каких-то там согласия по страхушке и так далее то есть мне это абсолютно тема конечно если бы с ней удалось разговаривать как я за большую разницу возрасте ну положительно к ней отошусь топлю в одном из видео вы прекрасно там могли понять я вам рассказывал за чего все это в общем проводил перед тем как уже совсем то уже до конца дошли до ее домика говорю ну что давай где-нибудь спишемся там сконтактируемся с контактингом на тележечку она мне свою записал все точечку и отправил и тут же опять перевернул говорю потому что в любом случае легко будет удалить заблокировать меня деда навязывающегося ну или тебя малыша мы все вот это вот так вот так вот надо чтобы спокойно более-менее опять же спокойно свободно хорошая реакция девчонки но говорить нечем то есть такая разница все таки ну совсем малышок но бывают такие с которыми есть чем наверное поговорить хоть несмотря на разницу бывает так что они тебя так раскрывают что они вообще вообще могут блять только молчать и слушать даже не понимать о чем ты говоришь но тем не менее вы оба кайфанете и раскроетесь в общем ситуация разная то есть вчера еле-еле я нет не еле-еле а наоборот наконец-то имеется ввиду я выудил девчонку ну видос вы знаете посмотрите с азбуки верности да с православного сайта знакомств кровь с молоком машку из ржд серьезную девушку управляющую дронами кстати у меня уже второй человек окружении который дрон управляет то есть сами понимаете что дело наше растет по всей видимости ну вот ну соответственно а сегодня вот так вот нужно было это ну тяжело ребята знакомиться в живую вот вы все это говорите что-то крим что это дебилизм что сейчас никто знакомит не знакомиться в живую слушайте поверьте мне я такой стеснительный человек это ужасно просто насколько я стеснительный вы ну все об этом знаете но тем не менее вот я себя еле-еле один раз хотя бы переборол замотивировавшись когда-то там два года назад в живую познакомиться я закидывал закидывал вот эти вот все негативные реакции что у меня негативно реагировали что пока пока у меня парень слив все это было главное вот не бояться этого этих негативных реакций не бояться но первый последний раз увидите еще раз а вот ставьте ситуацию что с вами девушка знакомиться подошла знакомиться и что дальше так для нее также как и для вас вот если бы сами девушка пришла знакомиться ну чё такого типа ребята ничего там такое стеснение волнение у меня тоже есть я очень много из этого упускаю девушек очень много я проёбывал шансов потому что но су тупо су понимаете вот эти вот все отговорки бесконечные я их не собираюсь даже употреблять здесь да бывает я потом сожалею дико это конечно не надо сожалеть у меня потом такие навязчивые мысли чуть ли не это что вот это была моя судьба я пропустил сука сейчас вынужден страдать а мог бы познакомиться и все было бы четко с девчонкой понимаете и вот я думаю что локти бы я бы кусал если бы с этой не познакомился ее кстати елина зовут ну и не сказать что я даже вот познакомившись но я хотя бы локти не кусаю уже хорошо уже плюс а то что там я извлек из этого какие-то там преимущества профит для себя короче это клад это я откопал клад это очередной клад кладик понятно дело что дальше никаких взаимодействий с этим кладом но максимум как говорится мемы скидывать друг другу я буду доказывать там какими-нибудь кружочками голосовыми как я в свое время деканал но не все свое окружение но большое количество своего окружения сейчас вас деканал видео 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 вами и шорсами там дятна деканал деревья целую друзья мои снимаю со всех проклятие давайте не забывать про взаимодействие опять же вот тоже про ваши случаи онлайн тут ее оффлайн знакомства и так далее мы должны дружить с вами со всеми братья и сестры дружить этот канал для этого собственно этого сообщества и создана для этого понимать темы какие-то все так чик 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 там брать на вооружение в общем александр курзмин еще раз был на связи повторяю об этом